Приветствуем вас на канале охранной компании Альянс Безопасность. В этой теме мы расскажем о истории систем безопасности и об эволюции охранной сигнализации. Не переключайтесь, будет интересно. Согласно теории иерархии человеческих потребностей, разработанной Абрахамом Маслоу, безопасность занимает второе место после физиологических потребностей человека, вроде жажды, голода и т.д. Это объясняет тот факт, что на протяжении многих столетий человек пытается обезопасить свою жизнь, имущество и семью от возможных угроз со стороны окружающего мира. Охранная сигнализация имеет довольно длинную и весьма интересную историю. Так, например, еще в Древнем Египте фараоны стремились оградить свои усыпальницы от хищений с помощью различных смертоносных ловушек, вызывающих падение каменных глыб или обрушивающихся тон песка, который вели к гибели злоумышленников. Также в ходу у первобытных людей были ямы, замаскированные листвой, заподняя сеток и петель, вылетающие из тайников камни и копья. Но все эти ухищрения требовали не только смекалки, но и осторожности, ибо жертвой таких ловушек мог стать их создатель. Зато живая сигнализация, например, собака, была универсальна. Острый нюх и чуткий слух делали этих животных хорошими сторожами, а звонкий лай извещал всю округу о приближении чужака. Да и внушительный вид пса делал свое дело. Правда, в истории были сторожи куда лучше собак. Так, например, всем известна легенда о том, как гуси спасли Рим. Согласно ей, галы попытались захватить римскую крепость ночью, когда защитники крепости спали. Гуси же, жившие при храме в крепости, громко загоготали, разбудив воинов и предотвратив, тем самым, вторжение в крепость. Но такие методы систем безопасности не имели самую главную функцию, это автономность. Заборы преграды можно с легкостью сломать, сторожевую собаку обмануть или отравить, и с легкостью проникнуть на охраняемую территорию в то время как владелец ушел по своим делам. В Европе развитие сигнализации получило только в эпоху Ренессанса. Как правило, это были механические устройства. Самое распространенное – это натянутая веревка, которая при открывании окна или двери дергала молоток, бьющий по колоколу. Также механики придумали сигнализацию в виде рычага, который соединялся с дверью. При ее открытии второй конец рычага бил в колокольчик, что привлекало внимание хозяев жилища. В XVIII веке изобретатель из Англии создал сигнализацию, которая заставляла бить куранты, когда при открытии двери использовался неверный ключ или другое устройство. Это позволяло хозяевам дома знать, что кто-то пытается пробраться в их дом. А в средневековой Японии для защиты замка было сконструировано напольное покрытие «Угуи Субари». Как-то так, увы, я не знаток японского. Устройство это издавало звуки, похожие на пение разных птиц. В переводе с японского такое изобретение называется «соловьиный пол», главной целью которого являлась защита от врагов. С внутренней стороны брусьев, к которым крепились доски пола, гвоздями прикреплялись металлические пластины, издававшие при давлении на них сверху звуки, похожие на пение птиц. Благодаря разнообразию звуков можно было даже определить точное местонахождение злоумышленника в замке. Не меньше интерес представляет также «Дионисиево ухо». Это изобретение относится к временам античности, и с успехом заменяла тогда системы прослушки. В замках или больших домах прокладывалась хитроумная система труб, которая позволяла слышать все, что происходит в различных помещениях. Друзья, небольшое объявление. Если верить статистике просмотров наших роликов, то большая часть зрителей смотрят нас без подписки. Да и не просто смотрят, а вдобавок не жмут палец вверх и не пишут свои комментарии. Я напомню, что мы отвечаем абсолютно на все вопросы, просто напишите в комментарии и мы поможем. Давайте сдвинем эту статистику и вы сейчас, дорогой зритель, подпишитесь, дерните за колокольчик и поставите лайк. Помните, что мы стараемся именно для вас. Далее предлагаю от древних приспособлений перейти к более близким для нас электрическим системам охранной сигнализации. Так вот, с приходом в жизнь человека электричества и изобретением электрического звонка, появился первый прообраз современной охранной системы. Принцип ее работы заключался в замыкании или размыкании контактов, расположенных в оконных и дверных проемах. При открывании створки, звонок начинал звенеть, что являлось предупреждением для жильцов. Первые периметральные сигнализации были механическими. Они работали по принципу патентованной сигнализации от грабителей и ловушки для животных, Джорджа Пратта. По периметру натягивалась проволока или веревка, удерживающая груз над бойком с пороховым зарядом. При обрыве проволоки груз падал, и порох взрывался, оповещая охрану о нарушении периметра. Отцом электрической охранной сигнализации по праву может считаться Альберт Августус Поуп из американского Сомервилля. Летом 1853 года он запатентовал первую электрическую сигнализацию, работавшую за счет аккумулятора, электромагнита и колокола. Она оказалась значительно надежнее, чем механическая сигнализация, в которой тяга от датчиков приводила в движение обыкновенный будильник на пружине. Запатентованная периметральная сигнализация была одношлейфовой. Соединенные контакты всех окон и дверей составляли единую цепь, при открытии одного из элементов контакты замыкались, подавая ток на электромагнит, обеспечивающий звон колокола. Но идея Поупа оставалась лишь на бумаге до тех пор, пока в 1857 году Эдвин Холмс не приобрел его патент за полторы тысячи долларов и не наладил производство на своей фабрике в Бостоне. Поначалу люди довольно скептически относились к использованию электрической сигнализации в домах, и бизнес не приносил прибыли. Поэтому через пару лет Холмс в поисках нового, крупного рынка переместил бизнес в Нью-Йорк, где в то время процветали воровство и грабеж. К 1866 году он установил уже 1200 охранных сигнализаций в домах и квартирах и начал проводить маркетинговую кампанию для коммерческих предприятий. Через несколько лет он установил первую систему охранных сигнализаций, сигнал тревоги с которой поступал по телефонному кабелю в ближайший пункт полиции. В результате к концу 19 века практически все особо значимые объекты были оснащены охранной сигнализацией. В 1905 году American Telephone & Telegraph Company купила у Холмсов их бизнес. С этого момента сигнализация стала дополняться новыми функциями вроде оповещения о возгорании и системы экстренного вызова, тревожная кнопка. В 1920-е годы в СССР был разработан принципиально новый вид сигнализации. Опыты лаборатории академика ИОФЭ в Ленинградском политехническом институте положили начало бесконтактной охранной сигнализации. Принцип действия нового устройства был схож с работой музыкального инструмента терминвокса. При приближении человека к контуру антенны изменялась емкость конденсатора, и это изменение фиксировалось звуковыми излучателями. В наши дни на этом принципе работают объемные датчики сигнализации. После изобретения фотоэлемента в 90-х годах 19 века популярность охранных систем резко возросла благодаря повышению ее эффективности. Теперь для прерывания цепи достаточно было перекрыть источник света, который падал на нее, а на этом злоумышленнику попасться было гораздо проще, чем на повреждении цепи проводов. В таком типе охранной сигнализации использовались светолучевые сигнализаторы. Луч света, падающий на фотоэлемент, являлся воздушным охранным проводом, который посылал сигнал тревоги при его нарушении. Появлению принципиально новых систем охранной сигнализации способствовали достижения в смежных областях физики, изобретение полупроводников и резкий скачок в развитии радиоэлектроники в 50-х-60-х годах. Постепенно световые лучи и фотоэлементы начали замещаться ультразвуковыми датчиками, которые вычисляли время, требующийся звуку для движения от датчика до стены и обратно до датчика, либо проверяли, был ли получен отправленный сигнал отдельным приемникам. В 1953 году американский изобретатель Самуэль Багна запатентовал первый ультразвуковой датчик движения, в котором использовались принцип действия радара, свойства ультразвуковых волн и эффект доплера. За ультразвуковыми датчиками последовали микроволновые объемные датчики, которые излучают высокочастотные волны, которые, отражаясь от окружающих объектов, регистрируются сенсором, а микропроцессор устройства, в случае обнаружения даже малейших изменений отраженных электромагнитных волн, приводит в действие заложенную в него функцию. То есть, когда в зоне обнаружения такого датчика появляется движущийся объект, мгновенно формируется сигнал тревоги. В 70-е годы был создан инфракрасный датчик, принцип работы которого заключался в обнаружении изменений теплового инфракрасного излучения объектов. Теперь злоумышленнику, пробравшемуся на территорию, которая оборудована сигнализацией с такими датчиками, стало почти невозможно избежать обнаружения. Конечно, современные системы, основой которых является охранная сигнализация, уже не могут применять все те коварные опасные ловушки, описанные в начале этого материала. Даже простой провод под электрическим током, пущенный по периметру вашего участка, делает вас нарушителем закона. Такая охранная сигнализация несет риск умышленного причинения вреда здоровью злоумышленника. Поэтому современная охранная сигнализация не должна наносить вреда здоровью человека, и все модели охранной сигнализации, предназначенные для продажи, разрабатываются с учетом этого принципа. 90-е годы вошли в историю нашей страны резко усилившейся криминализацией общества, легализацией частной собственности на средства производства, что вызвало необходимость внедрения самых современных систем охранной сигнализации для их установки в многочисленных банках, магазинах, фирмах, биржах, финансовых корпорациях, нефтегазодобывающих компаниях и тому подобное, а также в квартирах и коттеджах их владельцев. Охранная сигнализация, которая выпускалась отечественными предприятиями, была ориентирована на военно-промышленный комплекс, например, охранная сигнализация достаточно успешно применялась для охраны государственных границ СССР еще с 40-х годов. И не имела поэтому соответствующих разрешительных документов для продажи частным лицам. Кроме того, охранная сигнализация отечественного производства тогда выпускалась достаточно небольшими партиями, что явно не могло удовлетворить резко возросший спрос. Поэтому на рынке стала широко распространяться охранная сигнализация от целого ряда ведущих мировых ее производителей, что мы наблюдаем и сейчас. Если есть вопросы, то пишите в комментарии к видео, мы с радостью на них ответим. И не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и дернуть колокольчик. Тогда информация о выходе нового полезного видео не пройдет мимо вас. Будьте в безопасности.